Президент Беларуси Александр Лукашенко дарушил оказать допомогу паломникам-хасидам, которые находятся на нейтральной полосе по Межбеларуссию и Украиной. Коли 800 человек накировались в город Умань для святкования Иудейского Нового Года, но не сдолили пройти прасукраинскую границу. На место падей выехали наши корреспонденты. Проблема на границе возникла учера вечером. На нейтральной полосе по межбеларусским пунктам пропуску Новая Гута и украинским Новые Ярыловичи собралися каля 500 паломников-хасидов, які мкнулись отрапить в украинский город Умань для святкования Иудейского Нового Года – Рож Хашана. Беларусскую границу паломники пересекли без проблем, але на украинскую территорию не змогли трапить зауведенных мер по боротьбе с коронавирусом. Серо тих, кто практически одразу пришел на допомогу людям, які опынулись у такой складанной ситуации – Гомельская областная организация Беларусского товарыства «Червоного крыжа». Мы оказываем помощь людям. Мы начали ее оказывать еще вчера вечером. И сегодня целую ночь дежурили наши сотрудники и волонтеры. Мы раздавали горячее питание, горячий чай. Детям маленьким выдали одеяло, потому что ночь была очень холодная. Дети замерзали, они спали прямо на асфальте на полу. Устанавливали палатку с теплопушкой, с обогревом. То есть обеспечивали комфортное пребывание именно детей. И наша основная цель – это дети, женщины и пожилые люди. Но также и всем остальным давали горячую воду, для того, чтобы могли согреться. На данный момент сейчас нас 12 человек, и будет постоянно взаимозаменяемость. Одни уезжают, другие приезжают. То есть мы будем дежурить по мере необходимости, только количество времени, сколько мы здесь будем нужны. Не глядяши на закрытую украинскую границу, на протягу усяго дня сюда приезжали паломники-хасиды. Постанье на 7 годин ранецы на нейтральной полосе наличвалось уже около 730 человек. На 11 годин – амаль 800. Бадай самая великая проблема, с которой сутыкнулись люди – отсутность умов для больш-менш протяглого знаходжения на нейтральной территории. У размове с журналистами они кажут, что не ведали об закрытой границе и не разумеют, чему попередняя группа сдолили ее пересекчи, а им заборонили. Сначала это была открыта грабница, но потом закрыли ее. Сказали, что можно ехать, много людей ехали здесь, но когда мы приехали в грабницу, сказали, что это закрыто. Мы только хотим уман, на Новый год евреи, быть на уман. Есть там много людей, есть там мусульман, есть там христиан. И тоже евреи хочут на уман. Почас приезду на нейтральную полосу беларуско-украинской границы старшини Гомельского облаканкама, размова о першочарговых мерах, які необходимо принять, как створить для паломников нормальные умовы. Уже сегодня супрационники Министерства по незвычайных ситуациях разгорнули некольких великих теплых палаток, у которых будут находяться люди. У першочарговых – дети. Их дарыши на границе каля 150. А праша таго выращается питание об организации харчаванья з уликам привозу продукту, яке дозволяя религия. Плюс – створение санитарных умов и медицинское обслуговывание. Для доставки усягоня обходного пограничники организуют зеленый колидор. Есть палатки. Сейчас мы приняли решение о дополнительном питании подвозе. Сейчас идут кухни. 900 человек мы сможем прокормить. И завтра тоже на эти дни все тоже работают организованно. Также мы ставим сегодня задачу создания и условий определенных. В первую очередь придет 4 автобуса, где они могут находиться в ночное время, для того, чтобы не подвергаться каким-то условно называемым климатическим условиям воздействия. Ну и, конечно, создадим условия биотуалеты, подвезем в воду, создадим элементарные условия. Но остальное уже за действиями другой стороны, для того, чтобы принять решение по их дальнейшему продвижению. Переважная большинство паломников, которые находятся на нейтральной полосе белорусско-украинской границы, граждане Израиля. Разом с ними по ляпшению ситуации ждут так же хоры Великобритании, США, Франции и Польши. Меры, которые сейчас принимают белорусский бок, оцениваются однозначно. Словы «Беларусь» – «гуд». Тут можно почувствовать часто. При этом паломники вельми спадеются, что с допомогой нашей краины ситуация вырешится на их корысть. Мы хотим поблагодарить Беларусь и ее правительство. Прекрасные, очень добрые люди. Спасибо за готовность помочь. Кроме того, спасибо Украине за то, что они все-таки откроют границы.